Инициаторами встречи стали севастопольские педагоги. 8 октября они рассказали о наболевшем сенатору Ольге Леонидовне Тимофеевой и председателю постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам законодательного собрания Татьяне Михайловне Щербаковой. Основной стала тема оплаты труда. В 2015 году городской бюджет сферы образования был сформирован так, что зарплаты учителей снизились по сравнению с мартом 2014. Чтобы этого не повторилось и в будущем году, представители педагогических коллективов озвучили свои предложения. Согласно нынешней формуле расчета, зарплата учителей состоит из базового оклада, ряда коэффициентов оплаты дополнительного труда и стимулирующих выплат. Севастопольские педагоги отмечают, вознаграждение за дополнительный труд кажется насмешкой над учителем. Мои коллеги учителя всех без исключения школ города недовольны в первую очередь оплатой классного руководства и проверкой тетради. Я не думаю, что кому-то нужно объяснить серьезные работы классного руководителя. Это очень серьезный труд, очень энергозатратный труд, требует очень много усилий, времени, а оплата труда классного руководителя осуществляется в размере 465 рублей в месяц. Вторая проблема – проверка тетрадей. Проверка тетрадей тоже осуществляется, вот мы с Мариной Юрьевной, она учитель математики, мы подсчитывали примерно, получается где-то 15 рублей в день. Оплату классного руководства учителя считают разумным увеличить до 1500 рублей в месяц, пересмотреть и другие коэффициенты оплаты дополнительного труда. Педагоги рассказывают, в школах уже массово отказываются от дополнительных нагрузок, выгоднее в освободившееся время вести репетиторскую деятельность. Таким образом, уровень школьного образования падает. Еще одна проблема – формирование внутреннего школьного фонда оплаты труда. По словам учителей, бухгалтерии и учебных учреждений урезают размеры стимулирующих выплат. Назначение стимулирующих должно носить в школах открытый характер. То есть это направлено прежде всего на формирование коллектива. Не должно быть никаких кулуарных договоренностей, стимулирующие не должны становиться своего рода кнутом или пряником для формирования пула любимчиков своих и наказания изгоев. Также педагоги говорят, заметили тенденцию неравного перераспределения средств Департаментом образования и науки между учебными учреждениями. Провести проверки по этому вопросу, как только получат соответствующее заявление, обещали присутствующие на встрече представители прокуратуры города. А вот в Департаменте образования и науки приглашения на встречу с педагогами проигнорировали. Но есть подробный протокол совещания, с ним ознакомиться придется. Протокол должен быть передан в Департамент образования, но тем не менее хотелось бы, чтобы непосредственно мы пообщались с новым директором Департамента образования и в непосредственной беседе изложили свои предложения. Наталья Данилова, Денис Александрович, Севинформбюро.